Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы продолжим разговор о послании апостола Павла Кремлина. Обратимся сейчас к третьей главе. Итак, как и на границах между первой и второй главами, так и здесь третья глава выделена довольно искусственно, и, конечно же, мысль апостола Павла развивается непрерывно. Здесь тоже нету грани между тем, что вошло во вторую главу, и тем, что вошло в третью. Апостол Павел, начиная третью главу, с рассуждения о том, что, собственно, хорошего. Что хорошего, какое преимущество в том, чтобы быть иудеем? Не то, чтобы ему было интересно об этом говорить. Судя по посланию к галатам, которое написано несколько раньше, для Павла все-таки важно быть христианином, а все остальное, в том числе иудейство, он, как он выражается, почел тщитою. Но, тем не менее, здесь, обращаясь к римским христианам, среди которых много иудеев, и среди которых авторитетно пользуются известным влиянием иудействующие, то есть сторонники строгого исполнения обязательности для всех иудейского закона, Вот, обращаясь к этим людям, Павел считает нужным обозначить свое некоторым образом, хотя бы обозначить, сформулировать отношение к иудейству. И поэтому он говорит, какое преимущество быть иудеем, или какая польза отобрезанная, великое преимущество во всех отношениях. Ну, нельзя сказать, чтобы потом он, так сказать, эти преимущества убедительно сформулировал. И скорее нет, чем да. То есть впечатление такое, что Павел говорит, ну, вы спрашиваете меня, какое преимущество? Ну, да, есть какое-то преимущество, есть большое преимущество, им вверено слово Божье, вот. И поэтому, там, то, что некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Богу. Бог верен, а всякий человек лжив. И вот тут Павел находит то, что для него важно. То есть он пытается объяснить, какие же преимущества быть иудеем, ну, кроме того, что им верено слово Божье, ничего на самом деле он не находит и не формулирует. Он говорит только, что на самом деле важно, что Бог верен. Дело не в том, говорит он, что иудеи – это те, кто верны Богу. Нет, очень часто неверны, как, кстати, говорит апостол и другие люди. Но важно, что Бог верен, что есть обетование, которое дано избранному народу. И Бог верен, и поэтому, собственно, человек-то лжив всякий, говорит апостол Павел. Но правда Божья, верность Божья возвышается к славе Божьей. И даже там, говорит апостол, где я неверен. То есть для него получается, что верность Бога, она не определяется тем, насколько верны или неверны мы все, как иудеи, на самом деле так и верны Богу. А это то, что судит человека. Бог всегда, говорит апостол Павел, верен, и в этом его правда, в обрезании и в необрезании. Если же ты ему неверен, то вот это и есть суд для тебя. И в конце концов, он еще раз задает снова этот вопрос, имеем ли мы преимущество? Нет, нет, говорит он. Потому что мы уже доказали, что как иудеи, так и эллины все под грехом. То есть он говорил об этом во второй, в основном, главе. Для него очевидно, что на самом деле преимущества нет. Если оно и есть, то это не преимущество иудеев, преимущество верности Бога своим обетованиям. А так вообще-то все под грехом. Мы все так или иначе, говорит апостол, не дотягиваем, не верны этой правде Божьей. Это планка, до которой нам не допрыгнуть. Вот эта Божья правда. Как иудеи, так и эллины все под грехом. И вот эта мысль дальше становится для апостола чрезвычайно важной. Он приводит здесь несколько цитат из Священного Писания, из разных пророческих и поэтических текстов, которые говорят примерно о том же самом, и вообще говоря, его иудействующим читателям могут представить апостола Павла как знатока Священного Писания Ветхого Завета. Что, с одной стороны, неудивительно, с учетом его фарисейского образования, а с другой стороны, важно, чтобы его не представляли неким невеждой в законе. И вот апостол говорит о том, что в конце концов, видите, если закон что-то говорит, он говорит тем, кто под законом, а мир становится виновен перед Богом весь мир, потому что дальше следует выдающаяся, очень важная формулировка, Павел говорит, потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Стал быть, ход мысли апостола примерно такой, все, как иудеи, так и эллины, все под грехом. И закон в этом смысле ничего принципиально не меняет для иудеев, он не делает иудеев лучше, он не дает им никакого реального преимущества, потому что законом познается грех, закон дает возможность отличить грех от не греха, но он не дает оправдания делами закона, не оправдается перед Богом никакая плоть. Павел-то имеет в виду, что на самом деле никто этого закона не соответствует. еще здесь появляется вот это новое слово в послании к римлянам, новая идея, новый термин – оправдание. Делами закона не оправдается перед Богом никакая плоть. Что, собственно, он имеет в виду под словом «оправдается»? И это не такой очевидный вопрос, особенно с учетом того, что сегодня мы называем такого рода словами, и что для нас сегодня оправдание. Дальше мы увидим, как апостол тоже пытается нащупать какие-то объяснения того, что он имеет в виду, что значит «не оправдается перед Богом никакая плоть». Обычно читатели имеют в виду под оправданием, ну, например, что-то такое, что будет для тебя оправдательным приговором, какие-нибудь смягчающие обстоятельства или отказ от обвинения или что-нибудь такое, что действительно как на современном состязательном судебном процессе оправдывает человека, дает возможность снять с него вину и ответственность. Имеет ли это в виду апостол Павел? Может быть, но все же скорее нет, чем да. Скорее апостол Павел, как указывают многие толкователи, исследователи, комментаторы послания к римлянам, скорее все же имеет в виду он нечто другое, такую библейскую ветхозаветную картину, когда, ну, как в книге Иова или в книге Аввакума предстают перед Богом иудеи и эллины, иудеи и язычники, и одни говорят, мы были во всем виноваты, но мы надеялись на Бога, а другие говорят, мы ничего не знали, ни на кого, ни на какого Бога не надеялись, но жили как могли. И в таком процессе Бог, Судья Вселенной, как верили иудеи, и Павел тоже, скажет, правы вот эти, те, кто уповали на Бога, а не вот эти, которые уповали там на свою силу или на что-нибудь еще. Значит, оправдание в каком-то смысле для апостола Павла почти наверняка должно иметь вот этот оттенок смысла. Это признание Богом, правоты, упования, правильности того, на кого люди уповают и кому доверяют. И вот поэтому, он говорит, не оправдается перед Богом делами закона никакая плоть. Не в том дело, какие дела ты делал по закону, они все равно крайне несовершенны, а в том, на кого ты уповаешь, на кого ты надеешься, кому ты доверяешь. И вот поэтому дальше в тесной связи со словом оправдание, с мыслью об оправдании, у апостола Павла появляется и слово вера, которое тоже, конечно же, можно понимать очень и очень по-разному. И, наконец, еще для апостола Павла наверняка должно было иметь значение и прямое, прямой смысл, прямое содержание того слова, которое мы переводим как оправдание. В сущности, наверное, можно было бы перевести его словом праведность. Не обретет праведность, не найдется праведным перед Богом, никакая плоть благодаря делам закона. Не получится в них найти праведность. В чем же ее найти? Как же, таким образом, стать тем, что будет иметь перед Богом право на существование? Что даст тебе возможность жить в мире Божьем? И, говоря об оправдании во всех перечисленных нами смыслах, дальше апостол развивает свою мысль и говорит читателю римскому о том, что ну хорошо, вот там мы пытаемся оправдаться делами закона или не делами закона, делая доброе или не делая доброе. с одной стороны, но, говорит апостол, теперь вообще независимо от этого всего, там, закона, незакона, независимо появилась правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Правда Божья. И очень может быть, что здесь надо было бы сказать праведность или оправдание, хотя, конечно, корни очевидно одинаковые в русском переводе тоже, но вот, может быть, важно было бы попытаться одними и теми же словами здесь оперировать, не оправдается перед ним никакая плоть делами закона, а теперь вот явилась правда Божья, некоторое оправдание Бога, правда Божья, о которой свидетельствуют законы пророки. Таким образом, может быть, апостол смотрит на людей, если так можно выразить, с Божьей стороны, и говорит о том, что нет, перед ним, если смотреть с неба, не оправдаются делами закона никакая плоть. Но, говорит апостол, если смотреть с земли, то вот теперь явилась правда Божья, то, чем Бог оправдывает, не то, чем мы пытаемся так или иначе оправдаться перед Богом и объяснить, так сказать, свое право на существовании, а то, чем Бог оправдывает нас в первую очередь, правда Божья через веру во Иисуса Христа во всех и на всех верующих. то есть апостол Павел говорит о том, что все человеческие попытки оправдаться перед Богом, оправдать свое существование, найти добро, мир, честь, славу в своей жизни, то, чем можно было бы перед Богом похвалиться, как он любит говорить, все это, во-первых, не имеет отношения к закону или его отсутствию, потому что таким оправданием может быть только реальные добрые дела, а во-вторых, говорит апостол, в конце концов, твоими попытками по закону оправдаться, нет, ты не сможешь оправдаться, но, он, повторяю, верит и свидетельствует о том, что есть другой вообще путь, когда Бог оправдывает нас во кресте Иисусе, и это совершенно отодвигает куда-то на дальний-дальний план все дискуссии по поводу того, надо или не надо принимать закон, обрезываться, не обрезываться, нужно ли становиться иудеем, или можно так, без этого, стать христианином, Павел говорит, не это все важно, важно, как Бог нас оправдывает, как Бог действует, а Он нас оправдывает через веру в Иисуса Христа, и вот поэтому говорит апостол, но мы все согрешили, все так или иначе согрешили и лишены славы Божьей, а оправдание мы получаем даром по благодати его, для апостола Павла важно, что благодать это бескорыстный, щедрый дар, дар щедрости Божьей, значит, апостол говорит о том, что мы тут пытаемся, кто-то при помощи закона, кто-то не при помощи закона, найти путь правды, найти путь к Богу, путь оправдания, мы пытаемся, но Бог со своей стороны являет нам свое оправдание, то, как он нас оправдывает, через веру в Иисуса Христа, через то, что мы доверяем Иисусу, вот, собственно, в чем все и дело, и апостол говорит о Господе Иисусе Христе как о жертве умилостивления, вдруг у него такой яркий, его, иудейский, с детства, может быть, впечатавшийся образ, про жертву умилостивления за грехи народа, про то, что восстанавливает, возрождает отношения Бога со своим народом греховным, да, вот, то, что искупает грехи народа, все то, о чем Павел привык мыслить в детстве, вот он говорит, вот это на самом деле Иисус, то, что в глазах Божьих оправдывает нас, это жертва Иисуса Христа, если мы этой жертве доверяем, вот, собственно, почему для него так важна вера, доверие жертве Иисуса, как тому, что восстанавливает нас в глазах Божьих и верность этой жертве, верность тому пути, который пролегает вот через кровь Иисуса Христа. И он говорит, что в конце концов существует некий закон веры, «Чего нам хвастаться?» Да, уничтожено, это нечем хвастаться, потому что мы оправдываемся верой в Иисуса Христа. И вот, возвращаясь к своей основной теме, он говорит о том, что на самом деле вот Иисус ведь умер и стал жертвой милостивления за всех людей, обрезанных или не обрезанных, независимо. И, собственно говоря, значение имеет, еще и еще раз Павел повторяет, доверие этой жертве Иисуса. Иисуса. Иисус. 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 Иисус.